Туристический хаб открыли в Абангельдитском районе Кустанайской области. В специальном комплексе смогут принимать до сотни гостей одновременно. Сейчас в Тургайских степях улучшают инфраструктуру, делают это местные власти совместно с предпринимателями. Туристический хаб создали вдоль трассы, которая соединяет центр и запад страны. Это место логистически удобно для туристов. В проект уже вложили почти 3 миллиарда тенге частных инвестиций. На бюджетные средства обустроили подъездные пути и стоянку. Установили трансформаторные станции. В Абангельдийский район едут, чтобы посмотреть на уникальные степи, кочущие пески и тургайские геоглифы, которые, по данным исследователей, появились больше 8 тысяч лет назад. Еще один крупный туристический комплекс строят в Денисовском районе. Это будет новое место отдыха кустанайцев и гостей региона. В этом туристическом комплексе разместятся 14 объектов. В их числе кафе, гостиница, водный канал, юрточный городок, сахские бани и спортивные площадки. Часть строения – это своеобразные реплики мировых архитектурных памятников. Здесь уже возвели пирамиду, Эфелеву башню и строят Тадж-Махал. В южных регионах и в целом нашем регионе это потенциал большой, потому что современная гостиница, современный ресторан, этно-аул и интересные здания, которые мы не сможем увидеть в другом месте. В Абангельдийском районе у нас находятся геоглифы. В целом, если 128 геоглифов у нас в стране есть, из них 110 находятся в нашей области. Поэтому это самый крупный проект, за последнее время реализованный. Шоколадные фабрики Беларуси уже готовятся к Новому году. Местные кондитеры предлагают новинки с оригинальным вкусом – от конфет с орехами до батончиков с вафлями или повидло. Сладости в разнообразном ассортименте отправляются в новогодние коробки сразу с конвейеров. В этом году наборы дополняют вкусовыми новинками. Всего в этом году на полках магазинов появятся 70 видов подарочных наборов – от маленьких коробок или мешочков до целого чемодана с конфетами. Дизайнеры начали работать над оформлением еще в феврале. Главным героем подарков стала змея – символ грядущего года. Фабрика произведет более полтора миллиона новогодних подарков. Кроме собственной продукции, в них попадут и сладости с других заводов – печенье, зефир и мармелад. Белорусские наборы также появятся на полках магазинов в других странах СНГ. В некоторых из них добавят купоны на развлечения, сувениры или игрушки. У нас появилась новая конфета, скомбинированная. Корпус у нее а-ля тофи. Начинка жировая. Вот ее начали производить только летом этого года. Она уже завоевала популярность. Это конфета немного как будто импортозамещающая. И мы ее используем и уже и в новогодние подарки. И так просто на развес они продаются в магазине. Мы думали, как нам показать этот символ года. И поняли, что идеальным вариантом будет вариант подушки. Практично и красиво. У нас представлен новый набор конфета секретом. Этот набор уже в продаже. Такого мы еще никогда не выпускали. Особенность этого набора в том, что вы не знаете, какую конфету именно вы попробуете. Достаточно широкий ассортимент кондитерских изделий и новогодних подарков представлен за пределами страны. На сегодняшний момент мы работаем с 25 странами. Практически в каждая страна выбирают для себя какой-то наш ассортимент и реализовывают тоже в преддверии Нового года. Сотрудничество с Таджикистаном находится в приоритете внешней политики России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она побывала на 8-м межпарламентском форуме в Душанбе. На форуме обсудили развитие отношений России и Таджикистана. Отметили, что помимо экономики, страны также успешно сотрудничают в сферах образования, науки и культуры. Также Валентина Матвиенко встретилась с председателем Нижней палаты парламента Таджикистана Махмад Таиром за Кирзадой и возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь» в столичном парке Победы. Я рада констатировать, что наши страны поступательно развивают отношения стратегического партнерства, союзничества. Этому, безусловно, способствуют доверительные, близкие, теплые отношения президента России Владимира Владимировича Путина и президента Таджикистана Мамали Шариповича Рахмона. Мы заинтересованы в дальнейшем в укреплении стратегического партнерства Российской Федерации. Уверен, что такая заинтересованность является обоюдной и отвечает нашим общим интересам. В Аркадаге появится предприятие художественного ковроделия. Макет здания представили лидеру Народного совета Туркменистана Гурбангу Лыберт Мухамедову. По его словам, в ходе отделки необходимо придерживаться национальных традиций. Гурбангу Лыберт Мухамедов ознакомился также с проектами зданий, которые возведут в ходе второго этапа застройки умного города.